я хотел бы сказать что медицина идет вперед, появляются новые методы лечения и так сеанс жизни и наука, что сейчас впрыскивают специально модифицированный вирус в сердце, он выпускает ДНК специальное, своевирусное и модифицирует сосуды сердца таким образом, что они становятся более устойчивы и так далее. Вообще фантастика. Так вот я хотел сказать, что следующее, что страховка, то есть, ну мне иногда говорят, а вот critical insurance, ну, так сказать, компания скажет, что нет, не этот, скажем так, не заплатим тебе, да, то есть они, люди не верят, что это может быть заплачено. На самом деле, конечно же, я могу так сказать, что это не то, что life insurance, life insurance там просто, если человек умер, то выплачивается, неважно по какой причине. Если человек умер, то это надолго. Ну да. Если человек заболел, то может быть вопрос, а этой болезни такая степень, не такая степень, выплатят не вплыть, и так откуда я знаю? Я могу так сказать, что вот все, которые у меня были страховые случаи, всем полностью выплачивались. К сожалению, был один случай, когда не выплатили, но это было из-за того, что человек обманул. Что у него было pre-existence? Ну, он просто обманул. Он просто обманул, он хотел обмануть, никому ничего не сказал, он обманул, и поэтому весь наш офис понимал, что он обманывает, и естественно, ему ничего не заплатили. То есть он нам ничего не говорил, мы это чувствовали, мы это потом поняли. То есть он обманул, что у него были болезни? Что у него заболел, да. То есть ему типа доктор написал или что? Я думаю, что, наверное, да. Но там, где были реальные случаи, где было, все было выплачивалось. Но я хотел одну вещь сказать. Когда у человека был инфаркт, у него было два контракта. Один контракт, старый контракт, старый, который заключен до 2005 года. И второй контракт потом после 2005 года. Время от времени компания пересматривает условия, и они все, что новая медицина находит, возможности, да, они его вставляют в новый контракт. И вот это определение, definitions, они его апдейт делают. Так вот, разница, то есть вы как раз затронули вопрос по поводу старый контракт, терминшон, существующий, и новый контракт. Новые контракты, они дороже, но они лучше качественные. У меня был случай, к сожалению... Они дороже из-за того, что возраст проеборщий. И, во-первых, возраст, да. И даже для этого же возраста они все равно немножечко, все равно выше. Почему? Компании у них обнаруживается, ну, накапливаются страховые случаи, история, и они тогда просто поднимают цены для того, чтобы у них нормально было в будущем, если не было проблем. Так вот, проблема была в том, что у человека был инфаркт, у него два контракта. Один новый контракт, другой старый, заключенный раньше. По одному контракту по-новому ему заплатили, по-старому не заплатили. Да, почему? Почему? Потому что у него инфаркт. Раньше инфаркт, мы говорили, ну, кардиограмма, ты вот сделал кардиограмму, ты сразу понимаешь, у тебя инфаркт или не инфаркт. И в старых контрактах писалось, что если кардиограмма показывает, это инфаркт. Ну, новые есть методы разные, сегодня методы современные, которые показывают, у тебя был инфаркт, хотя его не видно на кардиограмме, понимаете? Вот простой пример, который я хотел сказать, что нужно заключить контракт. Я не говорю, что плохие контракты, те, которые были давно заключены, но временные контракты... Но контракты у него не было видно на кардиограмме, поэтому они не заплатили, потому что было старое. Абсолютно, конечно. Вот просто простой пример, который... То есть я просто хочу сказать, что есть контракты, в которых сказано, что временный контракт, каждые 10 лет цена обновляется, да? Если есть возможность зафиксировать новый, сделать новый контракт, не оставлять на следующие 10 лет, а сделать новый контракт, то я думаю, что это будет выгоднее из-за определения внутри. Субтитры создавал DimaTorzok